Привет! В последнее время Владимир Путин вызывает у меня какое-то беспокойство. Вы не замечали такого, что ну вот как-то не по себе вам от него? Не в смысле, что он там тиран, диктатор, это все понятно, это ерунда. В конце концов он законно избранный президент России, имеет право убивать людей. По-моему, ну я не юрист. Я больше о том, что в последнее время Владимир Путин попадает в странные ситуации. Например, приходит он на встречу с учителями, а ему там говорят «Нас оскорбляют персонажи нашей Раши», передачи, закрытой в 2011 году. Смешно наблюдать за утрированным образом Снежаной Денисовны из «Наша Раша», но это ведь разрушает образ учителей школы в целом. Путин кивает такое и говорит «Да, очень нехорошие персонажи». Или вот он сам внезапно, а знаете, Форт Боярд смотрят миллионы людей. Давайте превратим конкурс «Учитель года» во что-то похожее. Какой-то там Форт Боярд, ну и хорошо бегают, прыгают, но миллионы людей смотрят. Ну, можно сделать вот с нашими учителями. Какое, Владимир Владимирович, говорите, шоу сейчас модное и популярное среди миллионов? Ни ЧБД? Нет, точно Форт Боярд? Да, жизнь учителя, конечно, то еще, зрелище. Правда, жалкое скорее из-за того, сколько они получают и как к ним относится государство. И соревнования, кто сколько наберет классных руководств, чтобы выжить на зарплату, и правда, довольно захватывающее. Но серьезно, Форт Боярд? Кажется, вокруг Путина возник какой-то временной пузырь, и он сам и каждый, кто в него попадает, начинает говорить категориями 2002 года. Я боюсь, что еще немного, и он позовет кого-нибудь поболтать в клабхаус. Именно поэтому зимой Путин и отклонил предложение Илона Маска о встрече в клабхаусе. Слишком рано, не надо торопить события. Давайте попозже, лет через 15. Все прямые линии Путина в те времена будут только через клабхаус. Может быть, даже к тому моменту Минсвязи уже разработает свой аналог клабхауса и даже встроит его прямо в ИСИКЮ. Последняя такая неловкая временная петля с Путиным была совсем недавно. Он 1 сентября встречался со школьниками, читал им лекцию по истории и отвечал на вопросы. Он там встретил тоже молодого ретрограда, последнего школьника, у которого ютуб-канал, а не тикток. Но даже это не помогло наладить связь с молодым поколением. И делаю свою передачу, первый выпуск уже на моем ютуб-канале Красная Вилка. Подпишитесь, пожалуйста. Егор, что надо подписать? Подписать, что нужно? Я не понял, что я должен подписать? Жаль, что этот школьник не назвал свой канал «Заявление об отставке». Мой канал «Заявление об отставке». Подпишитесь, пожалуйста, Владимир Владимирович. Что подписать? Заявление об отставке. На той же встрече Путин, но он же там лекцию читал. Так вот, лекция была о войне со Швецией. И он всю дорогу называл ее «семилетней», хотя она «северная». Один из школьников его поправил, и все почему-то стали над Путиным насмехаться, что вот дед вообще не понимает, что несет. Крайне с этим не согласна. Все-таки Путин пришел к школьникам, к людям, которые обладают самыми обширными, бессмысленными знаниями в мире. Во взрослом возрасте ты все это забываешь, а в школе точно помнишь каждую дату и как какая война называлась. Потому что как минимум для этого мальчика это, возможно, единственный шанс в будущем не пойти в армию к главнокомандующему Владимиру Путину. А нет, если честно, никаких сомнений, что к тому моменту, как этот мальчик пойдет в армию, главнокомандующим будет именно он. Поэтому кто там когда из писателей родился? Что они думали о произведениях друг друга? Точный поэтапный процесс деления клетки, танги с угла в 45 градусов. Все это необходимо знать, чтобы потом в течение года не красить траву перед приездом генерала. И девочкам тоже отставать не надо, потому что мальчики сейчас все это заучат, чтобы в армию не ходить, а нам потом с ними еще конкурировать, чтобы зарплату нормальную получать. Короче, школьники мотивированы различать Северную и Семилетнюю войну, как ни один другой человек в стране. Поэтому Путина просто не было шансов. Впрочем, ему тоже не нужно переживать. Северная война, Семилетняя, все это вполне можно исправить всего одной поправкой в Конституцию. Валентина Терешкова уже готовит необходимые документы. А чтобы не быть, как Владимир Путин, подписывайтесь на наш канал и не забывайте ставить лайки под роликом. Такая неделя, такие новости. С вами была Марина Мизинова. Всем пока, увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok